Девушки отдыхают 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 Обязательно примите. Хотя следует заметить, что есть и положительные моменты. Ну, например, с отделом экономики и потребительского рынка дело обстоит гораздо лучше. Очевидно, начальник отдела Елена Игоревна Волкова сумела организовать работу должным образом. Мне кажется, что сумела. Да, войдите. А, Олег Станиславович, добрый день. Опять пришли меня проверять? Нет, Елена Игоревна. С вашим отделом мы еще вчера разобрались. Тогда, может быть, вам требуется моя консультация? Собственно, тоже нет. Нет, Елена Игоревна, я к вам так заглянул просто на минутку. Ну, что же вы стоите? Присаживайтесь, располагайтесь. Спасибо. Вообще-то я хотел узнать, вы сегодня вечером что делаете? Я хотел вас пригласить куда-нибудь поужинать. Здравствуйте, Ирочка. Морозова у себя? Да, ну, не этот самый, господи. Ну, главный проверяющий. Зима на носу, делами надо заниматься. Они проверки устраивают. Работать не дают. Не говорите, вы знаете, меня вчера достали прям этими проверками, честное слово. Не берите в голову, Ирочка. Все это ерунда по сравнению с большим андронным коллайдером. А что это? Вы разве не в курсе? Угу. Ученые такую штуку изобрели. Моделируют в ней большой взрыв рождения Вселенной. Чего? Возможно, побочные эффекты, такие как возникновение параллельных миров, антиматерии и зеленых человечков. А зачем нам эти параллельные миры и зеленые человечки? Ну, зеленые человечки интересуют нас, пожалуй, лишь в плане экзотики, а вот параллельный мир штука весьма полезная. Представьте себе, взял я ссуду в банке и не отдал. Что им делать? Пойди докажи, что это был я, а не мой двойник из параллельного мира. Или жена застукла с любовницей. То же самое. В общем, перспектива такая, что дух захватывает. Вечно вы шутите, Сергей Михайлович. Кто, я шучу? Да сейчас все только об этом говорят. Так что, Ирочка, будьте начеку. В следующий раз, когда полезете в свою сумку, проверьте, не спрятался ли там зеленый человечек. Надеюсь, во время проверки вы не обнаружили у нас злостных коррупционеров? Коррупция – это не наш профиль. Мы, Елена Игоревна, занимаемся служебными нарушениями. А коррупция – это удел МВД, ФСБ, прокуратуры. И с недавних пор службы внешней разведки. О, Господи. А разведка здесь при чем? А вы разве не видели недавнее выступление президента на эту тему? О, нет. Я не смотрю телевизор уже месяц. Понимаю. Не хватает времени? Да нет, дело не в этом. Просто меня антонна барахлит. До отпуска два раза вызывала мастера и два раза забывала про него. Он бы некое приезжает, и меня нет. Вот как. Нет проблем. Давайте, если вы не против, я сегодня вечером к вам зайду и посмотрю, что же у вас там с антенной приключилось. Но вы же меня приглашали на ужин. Ну, это не поздно сделать после ужина. Разве не так? До которого часа вы сегодня работаете? До шести. Значит, договорились? Я подумаю. Нет, Володя. Днем народного единства мы называем 4 ноября. Это тогда, когда войны народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город. И освободили Москву от польских захватчиков. Понятно. Ольга Андреевна, я хотел вас спросить. Вы когда-нибудь ходили на демонстрацию? Ну, 7 ноября. Да, конечно, ходила. Я очень хорошо это помню. Люди очень долго готовились к этому празднику. Нарядно одевались. Везде висели транспаранты. Воздушные шарики. Были очень торжественные. Да уж, праздновали тогда с удовольствием. Зато будни даже вспоминать не хочется. В этом году опять весь центр перекроют из-за этой демонстрации. А ведь это не выходной день. Как по городу ездить, непонятно. Ну, ничего, Володь, придется потерпеть. Этих людей тоже понять надо. Всю жизнь верили, воевали за идеи. А тут возьми и вот на часе поверь, что все это неправда. Да. Володь, я задержусь у префекта, думаю, ненадолго. Так что ждите меня в машине, хорошо? Ага. Хорошо, Ольга Андреевна. Алло. Светочка, Светка, привет, дорогая. Как у тебя дела? Да знаю, что в Германии, знаю. Как Воронов. Женя, ты почему не на уроке? У нас физкультура. У меня освобождение после болезни. Понятно. Послушай, это твои стихи читала Харитонова? Значит, твои. Я так и понял. Ты ударила Максима за то, что он выдал Харитоновой твою тайну, а та сделала из нее посмешище. Так? А знаешь, мне твои стихи понравились. Нет, правда. Я думаю, что у тебя еще есть. Может быть, дашь почитать? Нету. Уже нет. Я их уничтожила. Зачем? До глупости все это. И вообще, Александр Петрович, не надо со мной так разговаривать. Как так? Ну, как будто вам есть для меня какого-то дела. Не надо за меня заступаться на предсовете. Я сама разберусь. Это мои проблемы. Людям ведь в сущности наплевать друг на друга. Зачем же делать вид, что вы особенный? Знаешь, Женя, В чем твоя основная проблема? Для тебя существует только два цвета. Черный и белый. А в мире гораздо больше красок. Но ты их не замечаешь. Это просто не входит в твою систему восприятия мира. Знаешь, вот как в авиации работает система распознавания самолетов. Свой-чужой. Вот так и ты пытаешься делить всех на хороших и плохих, на своих и чужих. Ничего я не пытаюсь. Я еще не закончил. Если ты будешь столько тегорично относиться к людям, то рано или поздно ты вдруг с удивлением обнаружишь, что вокруг тебя совсем не осталось своих, а только чужие. И вот тогда тебя действительно по-настоящему стоит страшно. Спасибо. Ольга Андреевна, я даже не знаю, как начать. Дело в том, что в общем, не всем нравятся методы вашей работы. Некоторые на вас жалуются. А я Эдуард Михайлович, и не должна всем нравиться. Мне кажется, моя задача состоит в том, чтобы хорошо выполнять свои обязанности. Вот и все. Вам так не кажется? Мне как раз так кажется. Ну, вы знаете, как тепло я к вам отношусь. Более того, я считаю, что вы на своем месте. И вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Всегда. Спасибо. Вы знаете, на прошлом совещании в мэрию Лыжков вас хвалил. В пример даже ставил. Меня? Да, да, вас. Ему нравится, как поставлены на работу с ветеранами на вашей территории. Более того, это ваша идея издать книгу об обороне Москвы, написанную очевидцами тех событий. Это не моя идея, и в этом нет моей заслуги, поверьте. Что-то я вам не верю, не скромничайте. Хотя, честно говоря, я вас позвал для другого. Вы знаете, нам скоро предстоит награждать учащихся школ нашего округа. И я хотел бы с вами какие-то детали обсудить. Я слушаю. Что-то долго они совещают. Эдуард Михайлович, через час надо быть в мэрии. У Ольги Андреевны тоже много дел. У нас в управе сейчас проверка идет. Ну, сам понимаешь. Я смотрю, твоя тетка серьезная. А то. Ну, и как она тебе вообще? В смысле? Ну, я в принципе. Умная женщина. И с чувством юмора тоже все в порядке. Ясно. А ты у нее только водила или охрана тоже? Вожу, охраняю. Иногда она даже советуется со мной. Понятно. Слушай, а ты на ствол лицензию где получал? Нигде. У меня нет оружия. Как нет? А говоришь, охрана. Я, друг мой, в железнодорожных войсках служил. А железнодорожник с монтировкой пострашнее Рэмбо с винтовкой. Понял? А если кто-то Олегу Андреевну обидит, я его голыми руками на британский флаг порву. Понял? Вы знаете, Александр Петрович, я тут хотел с вами посоветоваться. О чем, Борис Степанович? Ну, в общем, Татьяна Игоревна мне нравится. Только это между нами. Ну, разумеется. Вы же знаете, она женщина культурная, не что-нибудь, а литературу преподает. Надо бы куда-нибудь ее пригласить. Ну, может, в театр или в эту оперу. Я-то в этом не очень разбираюсь. На хоккей ведь как-то ее неудобно, правда. Может, вы порекомендуете мне что-нибудь? Знаете что, Борис Степанович? Пригласите-ка вы ее в театр. В театре боссовета идет очень хороший спектакль. Учитель танцев. Лопе де Вега. Извините, я запишу, можно? Да, конечно, пожалуйста. Еще раз, как вы говорите? Учитель танцев. Учитель танцев. Фамилия как? Лопе де Вега. Импортно, да? Испанец. Большое спасибо за совет. Выручили. Только советую вам, билеты купите заранее. Да я сейчас прямо съезжу. Большое вам спасибо. Да, конечно. Если вам что-нибудь понадобится, какая-нибудь моя помощь, всегда обращайтесь. Договорились. До завтрака. Только я там между нами. Ну, разумеется. Конечно. Конечно. Ну, что, Семен Андреевич, проверка у Морозовой идет, но ничего серьезного, я думаю, они не нароют. А что, Гена, разве так бывает? Семен, ну, ты же сам прекрасно знаешь, что ее только что назначили. Вот, с начала осени. Она там не то, что дров наломать, она еще разобраться в делах не успела. Ну, чего там рейд-то? А в том, что ты хочешь, чтобы они всерьез там все раскопали? Они отыщут тогда серьезные нарушения, и ты пойдешь под раздачу. Ну, это мы еще посмотрим. Эх, Сеня, Сеня, вот эту проверочку выдащить через полгодика. Вы бы тогда нашли, как ее поймать. А если еще заранее приготовить, как ее подловить-то? Через полгодика? Да, но за полгода такого наворотят. Ну, Семен, я... Так-то, ну, так. Ну, я не думаю, что тебе следует так сильно волноваться. Все вот эти страшные нарушения по твоей фирме, они ведь дело совести, вот нечистой совести вот этого господина Стрельцова. Все, виновники найдены, они будут наказаны. А ты, Семен, ты в белых одеждах. Ну, там все нормально. Сейчас шумиха уляжется, и потихонечку возобновятся работы на твоих объектах. Ну, все хорошо, все нормально. Да то, что я ежедневно несу серьезные упытки. Тебя эта гена не волнует? Тут такие заказы наклевываются. Страшно подумать, на какую сумму. С Морозовой, боюсь, могут быть проблемы. Ну, Семен, я не знаю, но тебе ведь не угодишь. Ладно. Скоро мое американское начальство прибывает. Думаю, все будет в порядке. Что, серьезные люди? Очень. Значит, у тебя нет недостатков? Конечно, нет. Разве ты видишь хоть один? Ну, излишняя самоуверенность. Разве это недостаток? Слышь, многие говорят, что да. Увы, выходит, я тоже несовершенство. Надо работать над собой, Александр Петрович. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Что? Это Геотов, Авст. Почему вдруг такая реакция? Что-то не так? Странно. Что странно? Я тебя не понимаю. Опять совпадение. Может, расскажешь? У меня подруга была, она родом из Питера. Она мне однажды позвонила и сказала, запомню, это очень важно. Жизнь, к сожалению, коротка, а путь до совершенства дальний. Повесила трубку. Больше я с ней никогда не разговаривала. Почему? Потому что она погибла в этот день. Она только это сказала, больше ничего. Да, больше ничего. А я думаю, чего у тебя так тихо? Чего с Эльвира-то не случило? Да ну, надоело мне. Ты знаешь, Антон, книга лучше. А про что читаешь? Гордость и предубеждение. Про любовь, что ли? Про любовь. Ну, ерунда это все. А ваша любовь? Расскажи, ба, ну, почему, когда там, например, книжка или кино про любовь, то все там по-дурацкому? Это ты что имеешь в виду? Да, например. Герой все время ходит, страдает. Друг другу какие-то глупости говорят. Вместо того, чтобы просто пожениться, если так надо. Ой, Антон, ну как же тебе объяснить? Настоящую любовь нужно заслужить, выстрадать. Заслужить? Это как интернет? То есть нужно сначала сделать уроки, потом собрать портфель, потом еще что-нибудь, ну, типа, вынести мусор, а потом уже загамочить рассадиться, так? Нет, не так. А как? Ой, Антон, ой, боже мой, ну, как же ты можешь так сравнивать? Человеческие отношения и интернет. Не скажи, ба, почему эту любовь обязательно нужно заслужить? Порфель собрал? Ну, ба! Ба! Ты в детстве любила ездить в поездах? Обожала. Слушай, ты знаешь, я больше всего на свете любила лежать на верхней полке и рассматривать названия таких маленьких станций, на которых поезд останавливается совсем вот ненадолго. Да, старые водонапорные башни, редкие пустяки, пробившиеся сквозь щебенку, стрелки давным-давно застывших часов на старых зданиях вокзалов, перепачканные мазутом цистерны, товарные составы, стоящие на запасных путях. А еще помнишь? Дорожные рабочие в оранжевых жилетах, голос диспетчера, бабушки, торгующие пирожками с капустой, и еще вот картошечкой посыпанным гробчиком. А потом ночь. И огни города меняются на бесконечность лесов и полей. И луна такая огромная-огромная, такая желтая на все небо. Да. И все давно спят. Спят родители, пассажиры, и даже проводник спит. И только эта луна. И мерный стук колес, и добежание ложечки, оставленной кем-то в стакане. Здесь могут быть твои ученики. Пойдем, пойдем, пойдем. Доброе утро, Павел Сергеевич. Здравствуй, Сережа. Как порыбачили? Отлично, клев был, что надо. Компания тоже подходящая. А у нас тут такие дела. Это-то насчет Юджина Крафта. Да, мне уже Татаринцев звонил. А, так вы уже в курсе? Ну, знаешь, так, в общих чертах. Хотелось бы узнать подробности. Жень! Женя! Ну, Жень, ну выходи, ну пожалуйста, ну я из-за тебя опаздываю. Сколько там можно сидеть? Ну все, сразу видно, что Женька выздоровела. Из ванны вон не вытащишь. Господи. А вот я вообще не понимаю, зачем с утра нужно мыться? Мы что, в постели измазались, что ли? Антон, ну очистить зубы по утрам. Необходимая профилактика. Это же гораздо приятнее, чем лишний поход к врачу. Верно? Ну да. Ну а во-вторых, это элементарные правила личной гигиены. Вот если мы не будем соблюдать эти правила, мы будем очень часто болеть. Тебе хочется болеть? Нет. Вот. А когда я душ холодный не приму с утра, то я очень плохо на работе соображаю. Потому что ты не делаешь зарядку по утрам. Мама, иногда делаю. Антош, не слушай бабушку. Да, кстати, Светка звонила, привет всем передавала. Да ты что? Ну как у нее там дела в Сочи? Много работы? В Сочи? Мам, все хорошо, она скоро приедет. Антон, скоро тетя Света приедет. Ура! 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 Доброе утро, Павел Сергеевич. Здравствуй, Света. Как порыбачили? Отлично, клев был что надо, компания тоже подходящая. А у нас тут такие дела? Это ты насчет Юджина Крафта? Да, мне уже Татаринцев звонил. А, так вы уже в курсе? Ну, знаешь, так, в общих чертах. Хотелось бы узнать подробности. Я сегодня уже заехала в Дом культуры, где будет проходить награждение. Все будет готово к 15 часам и никаких проблем быть не должно. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно, Инна Георгиевна. Прекрасно. Вот, возьмите, пожалуйста. Инна Георгиевна, знаете, я хотела вас вот о чем предупредить. Наш префект, Эдуард Михайлович Харченко, извел желание лично присутствовать на этом мероприятии. Наверное, хочет поздравить детей с праздником. Сам. От этого сценарий не должен очень измениться. Но, Ольга Андреевна, префект. Ну, что вы так его боитесь, Инна Георгиевна? Он что, вас съест? Еще, знаете, я просто вот хотела сказать. Я тут недавно просматривала списки вот ребят для награждения и увидела там фамилию Сережа Птицын. Это не ваш ли сын? Мой, Ольга Андреевна, мой. Но я уже позвонила директору школы и сказала, чтобы его вычеркнули из списков. Зачем? Ну, вы же понимаете, что будут потом говорить. Мать работает в управе, пропихнул сыночка по блату. Хотя, конечно, он у меня круглый отличник и даже недавно занял первое место на районной олимпиаде по математике. Ну, вот видите, какой молодец. А вы хотите ребенка лишить праздника? Ну, Ольга Андреевна, как-то неудобно. Я понимаю вашу щепетильность, Инна Георгиевна, но вы все-таки, мне кажется, не правы сейчас. Работа у нас с вами такая, понимаете? Вот даже если у нас вырастут крылья за спиной, и нимб над головой появится. Все равно найдутся люди, которые скажут, что мы что-то украли. Да, это все так, Ольга Андреевна. Но вот именно поэтому я и не хочу давать лишний раз повод для разговоров. Понятно. Ир, наберите мне, пожалуйста, директора школы, в которой учится Сына Инна Георгиевна. Сейчас. Рожбани и Крафт беседовали около 20 минут. После чего Рожбани отправился в аэропорт, и наш человек видел, как он садился в самолет. Рейс на Париж. На Париж. Выходит, это не Рожбани убил Крафта. Так точно, товарищ полковник. Он просто не смог бы этого сделать. После этого Крафта видели живым. Горничные партии. Он заказал ужин себе в номер. И больше из отеля не выходил. Ну, интересно. А кто же это мог быть, а? Загадка. Вообще не понимаю, зачем Рожбани встречался вообще с Крафтом? Сам же его подставил и сам пошел навстречу. Интересно, о чем они говорили? Какая нам с тобой разница, Серж? Главное, что этот негодяй получил, наконец, по заслугам. Кто его завалил, те, другие, это все. Дело третье. А Рожбани? Что Рожбани? Ну, зачем он встречался с Крафтом? Послушай, Сережа, тебе что? Нечем больше заняться. Рожбани нас с тобой уже не должен интересовать. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать. Понял? Да? Понял, Павел Сергеевич. Ну и хорошо. Что еще? Перед тем, как улететь в Париж, Рожбани встречался с Ольгой Андреевной Морозовой. Что ты сейчас сказал? Перед тем, как покинуть Москву, Рожбани встречался с Ольгой Андреевной Морозовой. Женя, ты почему не на уроке? У нас физкультура. У меня освобождение после болезни. Понятно. Послушай, это твои стихи читала Харитонова? Значит, твои. Я так и понял. Ты ударила Максима за то, что он выдал Харитоновой твою тайну, а та сделала из нее посмешище. Так? А знаешь, мне твои стихи понравились. Нет, правда. Я думаю, что у тебя еще есть. Может быть, дашь почитать? Нету. Уже нету. Я их уничтожила. Зачем? Да глупости все это. И вообще, Александр Петрович, не надо со мной так разговаривать. Как так? Ну, как будто вам есть для меня какое-то дело. И не надо за меня заступаться на педсовете. Я сама разберусь. Это мои проблемы. Людям ведь сущности наплевать друг на друга. Зачем же делать вид, что вы особенный? Знаешь, Женя, в чем твоя основная проблема? Для тебя существует только два цвета. Черный и белый. А в мире гораздо больше красок. Но ты их не замечаешь. Это просто не входит в твою систему восприятия мира. Знаешь, вот как в авиации работает система распознавания самолетов. Свой-чужой. Вот так и ты пытаешься делить всех на хороших и плохих, на своих и чужих. Ничего я не пытаюсь. Я еще не закончил. Если ты будешь столь категорично относиться к людям, то рано или поздно ты вдруг с удивлением обнаружишь, что вокруг тебя совсем не осталось своих, а только чужие. И вот тогда тебе действительно по-настоящему станет страшно. Ольга Андреевна, я смотрю, вы как всегда шикарно выглядите. Я так рад, как вы приезжаете. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вы же меня простите, что я вот так вот не предупредил, к вам заскочил. Просто ехал мимо, дай, думаю, к вам заскочу, тем более через час нам ехать на награждение детей. Я смотрю, вы здесь освоились. Да. На самом деле, пришлось быстро вникать в суть дела. Город же не будет ждать, пока я разберусь, что к чему. Это правда. Город ждать не будет. И вы знаете, я в чем подумал? У нас с вами все-таки очень важная и нужная работа. Согласна, согласна, Дород Михайлович. Хотя некоторые считают, что это рутина. Ну и пусть рутина. Но вы посмотрите, как разросся наш город, а? Как столица изменилась. Хотя справедливости ради, надо сказать, что вся остальная Россия Москву недолюбливает. Это обидно. Обидно. Но, наверное, у них на это есть свои причины. Я не понимаю. Я не знаю. Давайте рассуждать. Какие причины, а? Москва столько перенесла. Эпидемии, войны, революция постоянная. И посмотрите, мы ведь остались такими же добрыми, дружелюбными, открытыми людьми. М? Согласна, согласна, Дород Михайлович. В сегодняшний классный час по просьбе директора школы я хотел бы посвятить весьма щекотливой теме. Ребят, я, конечно, понимаю. Вы уже взрослые люди. Ну, а раз вы взрослые люди, то и разговор у нас будет вполне серьезный. И я просил бы отнестись к этому с пониманием. А что случилось, Александр Петрович? Дело в том, что наш зауч Леонид Ирнестович лично видел, как некоторые учащиеся старших классов во время перемен целуются на крыльце школы. Я, конечно, понимаю. Но ведь можно сделать несколько десятков шагов и отойти в сторону. Ну, ведь правда, ну, незачем проявление вашей нежной страсти наблюдать первоклассникам. А уж тем более, Леонид Ирнестович. Александр Петрович, то есть, вот за школой на переменах целоваться можно, да? Нет, что-то надо подождать до кончения уроков. Ну, а если людям-то приспичило... Еще один очень важный момент. Он в основном касается девочек. Я лично наблюдал на прошлой неделе, как старшеклассниц после уроков встречают молодые люди на автомобилях. Ну, мало того, что они паркуются в неположенном месте, да еще создают явную угрозу безопасности для тех же малышей. Посадит вот такой вот юноша свою знакомую в машину, включит на полную мощь музыку и по газам и плевать ему, что вокруг полно детей. Ну и что? Пусть этим ГИБДД занимается, это их работа. Значит так, если я еще раз увижу подобную картину, неприятности и теми другим я лично гарантирую. Понятно? Да. Все. Продолжим. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте, Ирина Ильичевна. Наша Клеопатра. У себя? А, вы имеете только Антриевна? А, нет, они только что уехали с префектом поздравлять. Да, 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 я и забыла. А, не знаете, она вернется сегодня? Не знаю, а может быть, ей что-нибудь передать? Нет. Не надо, я сама. Потом. Кстати, Ирочка, а как у Стаса Чихмана дела? Я знаю, вы его намещаете. Спасибо. Он уже на поправку идет, вот скоро на работу выйти должен. Я смотрю, у вас с ним все хорошо. Ну да. Послушайте, Ирочка, а можно я задам вам вопрос, как женщина женщине? Вот вы такая молодая, красивая. Стас, он, конечно, мужик хороший и все такое прочее. Ну, мне кажется, вы могли бы найти кого-нибудь помоложе, красивее, посостоятельнее. Неужели вы его любите? Представьте себе, я Елена Игоревна. Боже, как трогательно. Простите меня, работа нужна. Вы что, обиделись? Ирочка, не обижайтесь на меня, вы же знаете, как я к вам отношусь. Ладно. Зайду завтра. До свидания. Татьяна Владимировна, еще в сентябре мы повесили объявление на всех подъездах, что будет производиться запитка труб центрального отопления. И что? Граждане тут же начали звонить. То один батарея меняет, то другой. Это просто издевательство какое-то. Нет, ну и что, летом не могли это сделать? Это же надо додуматься, заниматься этим в начале отопительного сезона. И кто теперь в этом виноват? Я, что ли? Сергей Михайлович, а зачем вы все это рассказываете мне? Вы это Морозовой объясните. У меня что, своих проблем мало? А Морозовой нет на месте. Вы ее заместитель, поэтому прошу вас принять сведения. Хорошо. Я поняла. Татьяна Владимировна, еще у меня к вам лично есть небольшая просьба. Слушаю вас, Сергей Михайлович. Насколько я знаю, именно вы занимаетесь распределением путевок среди наших сотрудников. Я, да. Да мне бы отправить куда-нибудь тещу отдохнуть. Она у меня сердечница. Угу. Сергей Михайлович, есть отличные путевки. Пансионат Морозовка. В Зеленограде. А подальше куда-нибудь нет? Нет. Правда, хороший пансионат, честное слово. Да я бы, конечно, сам мог купить ей путевку куда-нибудь в Египте или в Турцию. Но ей было приятно получить путевку именно от правительства Москвы. Так, будете брать Зеленоград? Буду, буду. Буду. А нельзя, как в пионерский лагерь? Сразу на две смены, а? Поттер, скажи, это бывает такое, что это тебе один человек очень нравится, а другого ты терпеть не можешь? Конечно, бывает. Но ты не думал, что тот, кто тебе нравится, он на самом деле не очень хороший человек. Ну и дело не в них, а в тебе. Скажешь тоже. Если, с Кварцовым меня обзывается, очкариком, то что она хорошая, а я плохой, что ли? Не, не об этом. А о чем? Ну, не знаю. Блин, ну, Джей, нет твоей проблемы. А у тебя что, тоже есть проблемы? Давай обсудим их. Есть одна проблема, рост. Я самый маленький в классе. Ну, мама вроде в школе была нормальная, да вон какая-то дилда выросла, а я какая-то несправедливость. Да ладно тебе, я знаешь, как я в этом классе маленькая была? Потом вон ничего выросло. Ты еще вон как вырослишь. Ты уверена? Да точно, стопудово, не сомневайся. Хорошо. Знаешь, вот когда я был маленький, я ложилась перед сном и думала, как мне повезло, что у меня такая большая и умная сестра. Представляешь? А сейчас? А сейчас? И сейчас тоже. Ну и Женя, мне кажется, что ты самая лучшая сестра на свете. Ладно, Поттер, давай доедай суп, пойдем в шахматы играть. Я тебя сделаю. Еще посмотрим, кто кого сделает. Слушай, мне тут такой сон странный приснился. Сон? Угу. Ну-ка, расскажи. Ну, я будто тебя попросила надуть шарик. Угу. Ты его взял, стал надувать. Дуешь, 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 а он все раздувается все больше, 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 больше. Я или шарик? Шарик. Угу. В общем, раздулся до их огромных размеров и улетел. И ты вместе с ним. Я так испугалась. Ира, я никуда, никогда тебя не улету. Ну, ты же не улетишь. Ну, на всякий случай тебе все-таки больше не доверено надувать шарики. Пусть это лучше Тюрин занимается. Хе-хе-хе. Пусть Тюрин. Ирина, ты подумала? О чем? Вот мои предложения по поводу Питера. Угу. Слушай, ну давай ты окончательно выздоровеешь. Ладно, и потом мы об этом поговорим. М? Хорошо? Хорошо. Ну давай вот ты вот выйдешь из больницы, еще раз все взвесишь хорошенько, обдумаешь, и мы поступим так, как захочешь ты. Давай вообще теперь поступать так, как хочешь ты. хочешь на грушу? сегодня награждала школьников, лучших учащихся на нашей территории. Слушай, я теперь понимаю, какая у тебя нервная работа. А что такое? Да, в принципе, ничего особенного. Просто, когда много детей собирается в одном месте, требуется какое-то неимоверное усилие, чтобы их как-то хоть немножечко сорганизовать. Самое главное, никогда не выходить из себя, не кричать на детей и вообще всегда быть внутренне спокойным. Мне, наверное, надо было, прежде чем идти работать в управу, поработать немножко в школе, чтобы так потренировать нервную систему. Ну, насколько я успел заметить, с нервной системой у тебя все в порядке. Во всяком случае, на истеричку ты уж совсем не похожа. А вот мой муж считал иначе. Сергеич, какого черта объяснишь, в чем дело? У тебя дома какие-то проблемы? Если нужна операция, надо ложиться в больницу и делать. Сколько? Да? И из-за этого ты решил податься на заработки в Финляндию и бросить мой участок на произвол судьбы. А ко мне? ты и зайти не смог и все рассказать. Сергеич, не ворочь мне голову, чтобы завтра утром был у меня. Все решим. Я сказал все. Вопрос закрыт. Иди спокойно работай. Это кто? Прораб. Просто прораб. Нет, не просто прораб. С Сергеичем мы начинали. Закладывали наш первый объект. А что, его заменить неким? Есть с кем? Только я, Леша, так не могу. Если человек двадцать лет на меня горбатился, что ж я тварь последняя, его в беде брошу, помочь ничем не смогу. А деньги их все равно все не заработают. Ну, здесь, здесь тебе передние. Ладно, а что с твоим следователем, который вел дело Чихмана, отстали от него? Да куда там? Предъявили обвинение, взяли под стражу, говорят, как минимум, по трём заказным делам есть конкретные доказательства. Да ничего, если будет держать язык за зубами, мы его вытащим. Надеюсь, Семен Андреевич, поскольку по-другому нам никак нельзя. Понимаю, скоро из Америки приезжают большие люди, и проблемы нам сейчас ох, как не кстати. Слушай, я тут подумал, может быть, нам на следующие выходные махнуть куда-нибудь, а? Извини. Алло? Паш, ну, рад тебя слышать, привет. Нужно встретиться? А когда? Да, хорошо, договорились. Ну, всё, пока, счастливо. Пошли. Это тот самый Павел? Да, а что? И что ему от тебя нужно? Чего-то я не понимаю твоего вопроса? Я спросил, что ему нужно от женщины, с которой кажется, расстался. Что значит расстался? Паша мой друг, и я не собираюсь прекращать с ним общение. Странно. Я всегда думал, что мужчина и женщина, когда расстаются... Подожди, 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 ты что, ревнувишь? Боже, какие глупости, а? Нет, всё нормально. Всё хорошо. Пойдём. Нет, подожди. Я хочу знать, точно всё нормально? Точно. Слушай, я здесь где-то видел кафе. Я так проголодался. Ну, пойдём в кафе от Элла. Паш, привет. Привет. Замёрз? Нет, нормально. Хорошо. Значит так. В день гибели Прокофьева Волкова была в командировке. Значит, её кандидатура тоже отпадает. Значит так. Да. И запись разговора Кушнера с Прокофьевым тоже не улика. Угу. И самоубийство вдовы Прокофьева тоже выглядит неубедительно. Воль, ну, знаешь, я, собственно, хотел о другом с тобой поговорить. О чём? Ты недавно встречалась с Рожбаней. Зачем? О чём вы говорили? Ревнуешь? Ревную. Да. Ревную? Оля, мне это очень важно. Ты не представляешь, какой это человек. Он на всё способен. Угу. Доброе утро, Ревочка. Доброе утро. А что это вы делаете? Вот решила журнальчики для посетителей разложить, чтобы мне было скучно ждать. Да. Сначала журнальчики, чтобы мне скучно было. Потом плясать для них начнём. Что вы говорите? Говорю, танцевать будем перед посетителями, чтобы не грустили. Ой, нет. Знаете, я, честно говоря, не очень хорошо танцую. Понятно. А что, Морозова ещё нет? Нет, ещё не пришла. Но сказал, что сегодня будет только до обеда, а потом они едут на торжественное мероприятие в честь Дня милиции. Хорошая жизнь у начальников. Сначала торжества по поводу поздравления школьников. Сегодня день милиции, завтра ещё какой-нибудь повод. А работать когда будем? Милочка? А журнал? Женя, ты почему не на уроке? У нас физкультура. У меня освобождение после болезни. Понятно. Послушай, это твои стихи читала Харитонова? Значит, твои. Я так и понял. Ты ударила Максима за то, что он выдал Харитонову твою тайну, а та сделала из неё посмешище. Так? А знаешь, мне твои стихи понравились. Нет, правда. Я думаю, что у тебя ещё есть. может быть, дашь почитать? Нету. Уже нету. Я их уничтожила. Зачем? Да глупости всё это. И вообще, Александр Петрович, не надо со мной так разговаривать. Как так? Ну, как будто вам есть для меня какое-то дело. Не надо за меня заступаться на педсовете. Я сама разберусь. Это мои проблемы. Людям ведь сущности наплевать друг на друга. Зачем же делать вид, что вы особенный? Знаешь, Женя, в чём твоя основная проблема? Для тебя существует только два цвета. Чёрный и белый. А в мире гораздо больше красок, но ты их не замечаешь. Это просто не входит в твою систему восприятия мира. Знаешь, вот как в авиации работает система распознавания самолётов свой-чужой. Вот так и ты пытаешься делить всех на хороших и плохих, на своих и чужих. Ничего я не пытаюсь. Я ещё не закончил. Если ты будешь столь категорично относиться к людям, то рано или поздно ты вдруг с удивлением обнаружишь, что вокруг тебя совсем не осталось своих, а только чужие. И вот тогда тебе действительно по-настоящему станет страшно. Гуден так, фройлен Арина. Здрасте. М-м-м... Это кто? Ксения Собчак? Ну, как это Ксения Собчак? Тоже скажите. Ну, просто модель какая-то неизвестная. Да. А что это за новшество у нас в холле? Морозова велела? Я сама придумала. Ну, чтобы посетители не скучали, когда ждут. М-м-м... Только что-то у вас ассортимент изданий скудноват. Одни женские журналы. Да. Ну, а где я вам мужские возьму? Кстати, может быть, у вас есть, а? Есть. Журнал свиноводства подойдёт? Ну, сколько можно уже, а, издеваться? Да я серьёзно. Между прочим, очень интересный журнал. Кстати, там и кроссворды есть. Да? Может, принесёте тогда парочку? Конечно. А что наша мадам у себя? Нет, её ещё пока нет, но сказал, что когда приедет, будет только до обеда, а потом они на какое-то торжественное мероприятие через Дня милиции. Да точно, сегодня же десятая. Хорошо, что вы мне напомнили. Ладно, я попозже зайду. Журнал! Ну и куда теперь? Ничего не понимаю. Только что звонил подполковнику Смирнову, он должен нас встретить. Странно. Так, девочки. Да? Ну, что стоите-то? Быстро в гримёрку, переодеваться и на сцену. У нас есть полчаса, чтобы порепетировать. Вы у нас что исполняете? Танец живота или сальсу? Сальсу, вы говорите? Сальсу. А вы соображаетесь, с кем вы говорите? Я говорю, какой танец вы исполнять будете. Фонограмму с собой? Ольга Андреевна, Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы где. А как вы здесь оказались? Я же сказал, вход с набережной. Какой набережной? Это же... Вы сказали мне, вход с проспекта. Татьяна Владимировна, дорогая, я не мог сказать с проспекта. Я совершенно точно помню, как вы спросили, с набережной или с проспекта. Извините, Ольга Андреевна, я по-военному четко и лаконично вам сказал с набережной. Я не поняла, девочки. Вы что, не танцуете? Ольга Андреевна, я думаю, господа офицеры со мной согласятся. Ваше присутствие на нашем праздничном вечере не только украсит его, но и сделает это событие грандиозным. Спасибо за комплимент. Я надеюсь, вы скажете на нашей торжественной части пару слов нашим сотрудникам. Им очень понравится поздравление от администрации района, да еще и из уст такой красивой женщины. Я обязательно выступлю. Мне будет приятно поздравить ваших товарищей с их профессиональным праздником. Большое спасибо. Я думаю, что официальная часть продлится не очень долго, тем более, что у нас запланирован праздничный концерт, ну и в конце вечера банкет. Ну не дуйся, Танюша. Ты сказал, с проспекта. Я не мог этого сказать. Значит, я по-твоему сумасшедшая. Возможно. Я действительно ошибся. Невозможно, а точно. Между прочим, нас Ольга Андреевна из-за тебя чуть кан-кан не заставили плясать. Не знаю, как у Ольги Андреевны, а у тебя наверняка получилось бы неплохо. Что? Ну я в том смысле, что ты у меня такая темпераментная женщина. Толик, ты на что намекаешь? Я не намекаю, я просто хочу сказать, что, понимаешь, есть в тебе и такие артистические шарм, изюминка, в общем. И потом, ты такая красавица, такая красавица. С ума сойти можно. Смирнов, это что, ты комплименты мне говоришь? Воистину, есть только два праздника в году, когда совершаются чудеса. Новый год и день милиции. Ирочка, Морозова у себя? Нет, она сегодня на торжественном мероприятии, посвященном дню милиции. Что ж делать? Мне надо срочно решить одно важное дело. Ой, какая прелесть. Ой, Ирочка, а это Бритни Спирс, да? Нет, это не Бритни Спирс, но очень похоже. Ладно, побегу работать. Ирочка, здравствуй. Ольга Андреевна? Ну, а Розовой нет и сегодня уже не будет. Ух ты. А это у тебя кто? Это не Бритни Спирс и не Ксения Собчак. Это какая-то неопознанная модель. Тихо, тихо. Все. Что ты так волнуешься? Извини. Я пойду? Угу. 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 Да ладно тебе, Эдик. Сегодня такой праздник. Как какой? День милиции. Точно. Вот тебе и точно. Так что пивка сегодня выпить просто необходимо. Давай-ка часик в четыре прямо в баре. А у меня сегодня на час после обеда не будет. Так что я решил устроить себе короткий день. А что? Имею право, праздник. Да. Ну ладно, давай, жду. Да, войдите. Ленусик? А что это ты стучишь? Я же тут не голый. Ну, мало ли что. Ой, лапочка какой. Лен, случилось что-то? Слушай, Сереж, помнишь, ты говорил, что если у меня случится конфликт с Морозовой, то ты всегда будешь на моей стороне. Я не отказываюсь от своих слов. Так вот, у меня тут бурный роман с одним человеком. Завидую. Не перебивай. Короче говоря, я с Олегом Станиславовичем. С кем? Проверяющий из контрольно-ривизионного управления. Поняла, Комни? А, это такой с боксерским подбородком. Он самый. Он мне подсказал, как можно Морозову подставить. Но нужна твоя помощь. Ты как? А что делать-то надо? У нас историк ничего, так симпатичный. Машка, он же старый. Ну и что, что старый? Зато симпатичный, к тому же не женат. Откуда ты знаешь? На кольца-то нет. Может, он его не носит, или может, он в гражданской браке живет. Сейчас, между прочим, многие в гражданской браке даже детей заводят. Слушайте, какая вам разница, женат он или не женат? Вообще, обсуждать лучше кого-нибудь другого. А что, Александра Петровича нельзя? Нельзя. Нельзя. Она что, обиделась, что ли? Разве поймешь? Инна Георгиевна, ну, мне кажется, этот вопрос вы можете без меня решить. Ну, я появлюсь только завтра. Обратитесь по этому вопросу к Волковой. Она поможет. Хорошо, до свидания. Ольга Андреевна, ну, я надеюсь, вы не собираетесь нас покинуть? Ну, просто нужно было сделать пару звонков по работе. Понимаю. Должность такая, ни днем, ни ночью покоя нет. Ну, знаете, ваша должность тоже не менее хлопотная. Не говорите, милицию сейчас ругают и вообще считают ругать милицию за правила хорошего тона. Ну, и мы со своей стороны делаем кое-что полезное для города. Да и вообще, кто что-то делает, да еще и любит свою работу. Там и хлопоты, и в тягость, верно? Да, верно. А то, что ругают, ну, это у нас как-то сейчас действительно принято ругать. Правительство, чиновников, бизнесменов, врачей вот тут критикуют. Знаете, что вам мой совет не обрабатывать, обращайте внимание. Ольга Андреевна, если честно, наверное, есть на за что поругать. Ну, просто еще немножко времени нам надо. Вы же видели, какие у нас хлопцы молодые, задорные, энергичные, с абсолютно другим мышлением. Вот именно таких ребят мы стараемся набрать в своей ряды. А вы? Ну да, видела, точно. Ольга Андреевна, ну вот еще немножко времени, и я вам обещаю, мы поднимем авторитет российской милиции на совершенно другой уровень. Не переживайте. Насколько я знаю, у тебя есть доступ к документам по строительству на маршала Жукова? Ну, там, где сквер был. Ты, из-за которого сэрбур вышел? Имею, а что? Положи это в папку с документами. Что это? Протокол собрания жильцов из домов по соседству со сквером. Это их согласие на реконструкцию сквера. Какой протокол? Какое согласие на реконструкцию? Народ же против был. Они же на митинг собирались, протестовали. Морозова лично ситуацию разрулила. Ну, разумеется, протокол липовый. Завтра снова придет проверяющий и обнаружит этот документ. А дальше? Мы с тобой такой пассианс разложим, Сереженька. Все ахнут. Если все правильно сделай, то Морозова одним отстранением о должности не отделается. Ты, главное, положи этот документ в папку, а подробности я потом объясню. Но это сделать нужно сегодня. Завтра уже будет поздно. Ольга Андреевна, как-то рано вы нас покидаете. А пора, пора. А надо ехать, Евгений Дмитриевич. Понимаю. Еще раз с вашим профессиональным праздником. Спасибо. А мы можем еще с вами когда-нибудь увидеться? Ну, я думала, мы по работе еще не раз пересечемся. Да я не об этом. Евгений Дмитриевич, ну, вы мне симпатичный человек, но просто... Я понял. Я понял, Ольга Андреевна. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да, войдите. Вот, Сергей Михайлович, документы, которые ты просил. Домой собираешься? А что ты спрашиваешь? Тебя подвезти, что ли? Да нет, спасибо, Юра. Я сегодня не домой. А куда? Да решил с друзьями пивка выпить по случаю дня милиции. Ну, будь здоров. До встречи. Здравствуйте, Станислав Валентинович. Я следователь прокуратуры. Моя фамилия Рябов. Опять. Садитесь. Я хотел бы вам задать несколько вопросов по поводу следователя Корнеева. Вы, вероятно, уже в курсе, что он арестован? Да, я слышал, но вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. А я, Станислав Валентинович, придерживаюсь несколько другого мнения. Я читал протоколы ваших допросов. Там все время фигурирует фамилия вашего бывшего шефа Прокофьева. Почему Корнеев заинтересовался этим? Я не знаю. А у меня сложилось такое впечатление, что вы сами пытались разобраться в обстоятельствах смерти Прокофьева. И кому-то это очень сильно не нравилось. У вас сложилось неправильное впечатление. О смерти Валентина Ивановича я знаю только то, что знают все, не больше. Все-таки мне кажется, вы что-то недоговариваете. Ваш арест был кому-то очень нужен. Кому? Ведь Корнеев это просто исполнитель, за ним должен кто-то стоять. Я вас не понимаю. А все вы прекрасно понимаете, Станислав Валентинович. Ладно. Вернемся к этому разговору позже. А сейчас желаю вам скорейшего выздоровления. Всего доброго. До свидания. Букашка на Слоновьей тропе. Да. Антон, Антон. Ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я играть не умею, да? Думаешь, не вижу? А я вижу. Ты хочешь устроить мне детский мат. А вот так. Значит, заметила. Заметила. А Женька сейчас прошляпила. Теперь ей нужно целую неделю мыть масуду. Слушай, ты меня в зубы заговаривал, вот я и отвлеклась. Не зловредничай, ходи давай. Так, значит, маслонику убрали. Мы ходим. Вот так. Бабуль, ты учти, он все равно будет жульничать. Чего? Когда это я жульничал? Да постоянно. Слушай, Поттер, ты меня лучше не заводи. Хватит, хватит. Не ругайтесь. Бабуль, когда ужинать будем? Да будем, будем ужинать, будем ужинать. Вот сейчас мать с работы придет и будем ужинать все вместе. Вот так. А мы ходим вот так. Так ты знала первую жену Рожбани? Угу. Катя Воронцова, мы были подругами. Она была твоей подругой? Угу. Знаешь, Паша, что меня больше всего удивляет? То, что я тогда на корабле сразу об этом не догадалась. Он же мне намекал, Катя, из Ленинграда. Голова была другим занята. А потом он меня так уболтал, знаешь? Может, он тебя о чем-то расспрашивал, чем ты интересовался? Нет, нет. А что? Нет, я просто хочу найти хоть какое-то объяснение это. Ты знаешь, незадолго до смерти Катя мне позвонила. И она мне такую странную фразу сказала. Запомни, жизнь коротка, а путь до совершенства дальний. Что это значит? Это строчки из Фауста Гета. Вот она это сказала и повесила трубку. Все, больше я ее не слышала. Да, Тебя подвезти куда-нибудь? Да. А, это ты. Я думал, ты давно уже дома. Павел Сергеевич, а Рожбани снова в Москве. Катя хотела сообщить мне очень важную информацию, но не смогла. Я был далеко. Она чувствовала, что с ней может что-то произойти. В такой ситуации она не могла никому доверять и тогда позвонила вам. Я не понимаю. Последний звонок по телефону из ее ленинградской квартиры был в Москву на ваш номер. О чем вы говорили с ней тогда? Последний звонок? Да. После того, как вы поговорили по дороге в аэропорт ее застрелили. Вы столько лет об этом знали. Да, я понимаю ваш вопрос. Знаете, Оля, в мире бывают тысячи причин, препятствующих совершить то, чего мы желаем, хотя нам этого очень-очень хочется. фауст. Ну да, это точно. Это очень важно для меня. Это очень важно было для Кати. Так о чем вы говорили в последний раз? Она сказала, жизнь, к сожалению, коротка. А путь до совершенства дальний? Ну да, так точно. Фауст. Ну, она сказала только вот эту одну фразу и все. Вы знаете, это более чем достаточно. Я говорил вам, что вы очень похожи на Катю. Господин Ружбани! Паша? Подойди ко мне. Подойди, подойди. Побыстрее. А что происходит? Делайте, что он говорит. Павел Сергеевич ради вас действительно готов убить человека. С некоторых пор я в этом не сомневаюсь. Ну, что это значит? Что это значит? Тебе незачем разговаривать с этим человеком. Павел Сергеевич, а зачем вам пистолет? У меня же нет оружия. И потом вы опоздали. Все, что я хотел узнать, я узнал. Неужели вы думаете, что я способен причинить зло этой женщине? Я даже завидую вам. Вы любите женщину, которая достойна вас. Берегите ее. Ну, мне кажется, что вы зачастили в Москве. Возможно, но это раз я прилетел, чтобы извиниться. Извиниться? Да. Я немного нарушил наши договоренности в лондонском деле. А, это теперь так называется. Мне почему-то показалось, что там в гостинице вы попытаетесь исправить ситуацию. И вам это удалось, Павел Сергеевич. Мы действительно стоим с вами на разных краях пропастью. И самое время повернуться и уйти навсегда. Прощайте. Ну да, Стас, ну не, ну я понимаю, что тебе врачи разрешили. Ну ты все равно как-нибудь там поосторожнее будь. Набегаешься еще, успеешь. А, не, Морозов еще не пришел, нет. Слушай, ну чем может человек заниматься в отсутствии начальства? Ну, естественно, ерундой. Ну да, сейчас цветочки вот тут протираю. Слушай, я такой анекдот классный вычитала про блондинку. Ой, сейчас, сейчас, я перезвоню. Здравствуйте, Ольга Андреевна. Доброе утро. даже не услышали, Иричка. Вы случайно не со Саниславом Валентиновичем разговаривали? С ним. Да, как он себя чувствует? Ну, хорошо, мы уже врачи гулять разрешили потихоньку. Ну, прекрасно. Татьяна Владимировна на месте? Нет, еще не пришла. Угу, ну что, похоже, для Татьяны Владимировны день милиции слегка затянулся. Ладно, хорошо, пригласите меня тогда в Тюрино. Хорошо. Музыка Да, да. Добрый день, Нина Георгиевна, я к вам. Вы? Не беспокойтесь, песен больше не будет. С некоторых пор я оставил эту неблагодарную стезю. Народ не понимает настоящего искусства. Я к вам с предложением. Какое предложение? Предлагаю. Вы с сами, сектор? Да. Вот я предлагаю разместить в нашей управе в нашем районе щиты социальной рекламы. За небольшое вознаграждение я готов решать в стихотворной форме задачи, которые ставят перед нами президент, президент и правительство. Идея, конечно, интересная, но дело в том, что... Очень интересная идея. Например, тема борьбы с табакокурением и алкоголем. Поощрить тебя, начальник, станет счастлива жена, если ты решишь случайно не курить, не пить вина или... Кратко. Баба, даже если голенька, не волнует алкоголика. Ну, как? Я не знаю. О! А о демографии как? Я написал, послушайте, если ты пришел к жене, обсудить с ней всерьез демографию в стране политический вопрос. Это все, конечно, прекрасно, но мы не решаем подобные вопросы. У нас просто нет денег, чтобы оплачивать подобные проекты. А кто решает? Я не знаю. Обратитесь в мэрию. В мэрию. Понятно. Ладно, извините. И, как говорят французы, в таком случае, адио. До свидания. Сергей Михайлович, я попрошу вас лично съездить на этот объект и проконтролировать, как тут дела, ладно? Сергей Михайлович, вы меня слышите? А, что? Да, хорошо, Ольга Андреевна, я проконтролирую. Что-то вы не важна, выглядите. Вы как себя чувствуете? Ничего, ничего, спасибо. Все нормально, просто вчера был тяжелый день, поэтому... Ольга Андреевна, к вам сотрудник контрольной ревизионного управления. Опять. Хорошо, пригласите их. Я пойду, Ольга Андреевна. Да, спасибо, спасибо. Ты прикинь, Семенова ходила на кастинг какого-то сериала, и чтобы ты думал, ее взяли. Вот, везет же некоторую. А главное, мне ничего не сказала, еще подругой называется. Послушай, Кать, ты зачем тогда на уроке Женькины стихи прочла? Я же просил никому не рассказывать. Макс, не ной, все, расслабься, замяли. Понимаешь, у Семеновой все хорошо, у нее и парень на крутой тачке, и в кино ее снимут. Слушай, у тебя, отец, на какой тачке ездят? Какая разница? Слушай, тебе само не надоело, а? Только что разговоры о тачках, кино, шмотках. А тебе что, о высоком поговорить захотелось? О книжках, А почему бы и нет? Если тебя на философские темы потянуло, то иди Вейлера послушай, то он нас любит о книжках разглагольствовать. Слушай, а может, ты по Морозове соскучился? Морозове соскучился? Может, тебя возбуждаешь, что у тебя баба по рожью мутузит? Какая же ты дура, Харитонова. Ну да, дай помню, помню, что синяя папка была. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Здравствуйте, Елена Владимировна. Ой, Ольга Андреевна вас уже спрашивала. Да ты что? А я, я как на зло проспала. А что она еще говорила? Ну, высказала предположение о том, что для вас день милиции затянулся, так ничего страшного, не волнуйтесь. Не надо про день милиции. Она сейчас одна? Вы знаете, опять проверяющая-то приехала. Опять? Конечно, делать больше нечего. Ну, ладно, возможно, это к лучшему. Мадам сейчас не до меня. Мишечка, если что, я у себя дышу. Кстати, таблетки от головной боли нет. Знаете, со мной бы сейчас не помешало. Доброе утро, коллеги. А я смотрю, тут у вас весело. А у нас Борис Степанович рассказывает о своих школьных подвигах. Он у нас, оказывается, в детстве хулиганом был. У меня даже из школы собирали свой. И что же вы такого натворили, Борис Степанович? Да я, когда учился в 10-м классе, наш директор решил по всей школе радио провести. И в каждый класс по всему коридору повесил динамики. Ну и на переменах, значит, из радиорубки там школьные новости передавали, там песни советские всякие разные. И что? Интересно. Однажды я пробрался в эту радиорубку на перемене и подменил песни о родине на ICDC. Есть группа такая, тяжелый рок играет. И тут как раз комиссия из Горано. Директор их подвошил своим новшеством похвастаться. А тут, представляете, по всей школе на полную мощность тяжелый рок играет. Интересно. Ирина Степанович, если бы директором вашей школы был Леонид Ирнестрович, вас бы исключили обязательно. Там это, Антону Морозову плохо. Где он? В Кайдоне. Спасибо. Антон, Антон, что с тобой, тебе плохо? Все в порядке, Александр Петрович. Ты уверен? Конечно, уверен. Я просто йогой занимаюсь. Хорошо. Упражнение первое. Уничтожение внутреннего диалога. Нужно сконцентрировать внимание на энергетической точке, куда поступает энергия из космоса. Для этого нужно правильно дышать. А для того, чтобы правильно дышать, нужно остраниться от внешнего мира. Как ты нас напугал. Эх ты, йог. Петь. А что я-то? Я вижу, он сидит, не шевелится с закрытыми глазами. Вот я вас и позвал. Ты абсолютно правильно поступил. А ты, Антон, занимайся йогой, пожалуйста. Дома. И желательно, под присмотром старших. Договорились? Угу. Ах вы, йоги. Не шалите только. Угу. А мне казалось, что проверка уже закончена. Остались некоторые формальности. Вас интересует строительство в сквере на проспекте маршала Жукова? Да. Нам нужно кое-что проверить. Понимаете, Ольга Андреевна, вступил сигнал, что вы потребовали и разобновить строительство вопреки мне необщественности. Вы что, издеваетесь? Да я лично договаривалась с директором фирмы Олимп о том, что строительство будет приостановлено, что строительство автозаправки будет перенесено. Я предлагала им другие варианты. Все это, конечно, хорошо, но соответствующей документации мы не обнаружили. Значит, договоренности, если были, то устные. Станислав Валентинович Чихман, он просто не успел юридически оформить эти документы. Фирма Олимп этим воспользовалась. Но ничего, я с этим еще разберусь. Наши юристы уже послали запрос в соответствующие органы о правомерности этого строительства. Простите, Чихман, это ваш первый зам? Да. Его уже, кажется, арестовали по обвинению о взятках. На сегодняшний момент все обвинения со Санислава Валентиновича сняты. Странно. Но с документами по этому объекту все в порядке. Никаких нарушений я не обнаружил. А вы уверены? Что-то я не понял, Олег. Ты же говорил, что у них с документами точно. Проблемы есть. Протоколы какие-то приплетал. Да я сам не понимаю. Ошибочка вышла. Смотри, Олеженька, что-то ты в последнее время ошибаться стал. А ты знаешь, Жень, когда твоя мама родилась, я ведь еще и медсестру и устроилась в районную больницу. Жили в коммуналке, в Дорохово. Жуть. В ванной нет, вода только холодная. Ты представляешь, с ребенком на руках? А как вы без ванной? Где же вы мылись? В баню ходили. В общественную. Ой, тогда даже мытье посуды проблема была. На кухне график вывешивали. Кто когда занимает плиту и раковину. Кошмар. А правда, что вы сутками в очередях стояли и продукты по талонам получали? Да, правда, правда. Ой, всякое бывало. Кошмар. Как же вы жили? Вот так жили. Тяжело, тяжело, конечно. Но ты знаешь, вот когда человеку тяжело, почему-то стараются держаться ближе друг к другу. Но ведь праздники в коммуналке все вместе справляли. Дни рождения, Новый год, да. В коридоре стол ставили. Песни пели. Под гитару, под гармошку. Кстати, твой дед ой, как здорово на баяне играл. Странная у вас жизнь была. Жизнь как жизнь. Обычная. Ой, слушай, я утюг-то выключила, ты не знаешь? Не знаю. Пойду посмотрю. Да. Да, привет, пап. Нормально? И у Антона нормальный. И у мамы тоже. Угу. Обычный голос. Что? Приедешь скоро? Угу. Соскучился? Правда? Угу. А я вот что-то не очень. Угу. Женя, кто звонил? Ошиблись номер. Ой, Светик. Антон! Тетя Света приехала. Ты моя хорошая. Ой, 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 ой. Не ждали? Не ждали. Не ждали. Это что это такое? Что? Почему так легко одет? Мам, перестань. Что перестань, Москва, не Сочи? Здрасте, Свет. Привет. Беги на кухню и ставь чайник. Ага. А то я правда заберу. Давай, давай, живо. Раздевайся, раздевайся. Ой, хорошо. Тюрин! Твою мать. Ты почему не подложил протокол, папку, с документами? А? Знаешь, Лен, я не смог. Струсил? Дело не в этом. Совесть заела? Наверное. Понимаешь, у Морозова и пацан, ровесник моему Ваньке. И вообще, я, конечно, сволочь, но не до такой же степени. А когда ты с Прокофьевым свои дела крутил, тебя совесть не ела? Это другое. Ну, не могу, я так, понимаешь? Пожалел, значит, Морозова, да? А она, между прочим, тебя не пожалеет. И детей твоих не вспомнит. Может, ты права, но не смог. Тряпка. Эй, народ, есть кто живой? А родная сестра тебя устроит? О, Светка. Приехала. Ну что, одна? Иди переодевайся, потом тебе все расскажу. Ну, а где все-то? Мама пошла в магазин, хочет устроить праздничный ужин. Антон пошел к другу выгуливать собаку. Женька тоже ушла, но сказала, что скоро придет. Ой, слушай. Потрясающе. Подожди, давай рассказывай. Ну, пойдем на кухню, попьем чайку. Пошли. Ты представляешь, когда он узнал, что я нахожусь в его клинике, он написал мне записку. Прости, я был неправ, я по тебе очень соскучился. Твой тишинушеками мерит. Что? Тишинушеками мерит, помнишь? Ну, это же персонаж из моего детства. Забыла. Улыбаются? Ой. Давно тебе такой не было свет. Что собираешься делать? Поеду к нему домой, ну, куда нужно ждать. Ну, сегодня у вас переночен, а завтра возьму пирата. О! А пират у нас кто? А пират это пес Андрея. Он ротвейлер, но очень хороший. Ну, понятно. Ну, я же говорила, что все будет хорошо. Ой, Оль, не говори. Давай. Девочки! Девочки! Ну, у меня сумки кто-нибудь возьмет, или я тогда вечером стоять буду? Сейчас, мам. Здравствуйте, Станислав Валентинович. Я следователь прокуратуры. Моя фамилия Рябов. Опять. Садитесь. Я хотел бы вам задать несколько вопросов по поводу следователя Корнеева. Вы, вероятно, уже в курсе, что он арестован? Да, я слышал, но вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. Я, Станислав Валентинович, придерживаюсь несколько другого мнения. Я читал протоколы ваших допросов. Там все время фигурирует фамилия вашего бывшего шефа Прокофьева. Почему Корнеев заинтересовался этим? Я не знаю. У меня сложилось такое впечатление, что вы сами пытались разобраться в обстоятельствах смерти Прокофьева. И кому-то это очень сильно не нравилось. У вас сложилось неправильное впечатление. О смерти Валентина Ивановича я знаю только то, что знают все, не больше. Все-таки, мне кажется, вы что-то недоговариваете. Ваш арест был кому-то очень нужен. Кому? Ведь Корнеев это просто исполнитель, за ним должен кто-то стоять. Я вас не понимаю. Да все вы прекрасно понимаете, Станислав Валентинович. Ладно, вернемся к этому разговору позже. А сейчас желаю вам скорейшего выздоровления. Всего доброго. До свидания. Букашка на слоновьей тропе. Чего не ложишься? Да неохота. Хочу почистить компьютер. Очень много ненужных файлов. Так, сейчас. Смотри. Это кто? Твой писатель? Ага. А как тебе? Ну, вообще, вот как-то вот так вот я его себе и представляла. Да. Так, ладно, эту папку мы удаляем. Посмотрим, что у нас здесь. Какая-то вечеринка. Подожди. Стоп, 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 стоп. А ну-ка верни предыдущую фотографию. А что такое? Слушай, так это же бывший глава управы Прокофьев. Где ты сняла эти фотографии? А это закрытая вечеринка компании «Снимофор». Я снимала 3 августа. Нельзя было снимать, но я как-то исхитрилась. Подожди, а вот эту вот женщину, которая стоит с Прокофьевым, ты случайно не знаешь? Нет. Но она какая-то модель. А что? Светка, если бы ты знала, какая ты молодец, что ты не стираешь старые файлы. А что происходит, Оля? Олечка, я тебе потом объясню. Давай ты мне пролистай еще какие-то фотографии. Может быть, я кого-нибудь из этой троицы еще увижу. Да. Павел Сергеевич, а вы так и не ложились? Отдохнешь тут с вами. С такими работничками. Сережа, вот ты мне скажи, если вы знали, что Рожбани в Москве, почему его никто не ведет? Товарищ полковник, но ведь вы же и сами сказали... Что я сказал? Я сказал, что он меня не интересует, пока он вне страны. Но когда он в Москве, Сережа, в Москве, я должен знать каждый его шаг. Мы его ищем. Мы его ищем. Меня процесс не интересует. Мне нужен результат, Сережа. Возле дома Морозова из человека оставили? Еще с вечера. Но... Что но? 20 минут назад она вышла из дома. Но вы ее ведете? Да. Слава Богу. Насколько мне известно. Вы что, все с ума сошли? А вы знаете, тетя Света, что на Солнце исчезли пятна? Астрономы теряются в догадках. Что бы это значило? Антон, ты уже достал всех своими вопросами. А что за пятна, Анташа? Пятна на Солнце? Это определенные участки поверхности Солнца, где температура гораздо ниже, чем в других местах. Понятно. А куда же они исчезли? Это вопрос. Да, это вопрос. Женя, ты скоро? Мама, а Оля вообще перестала завтракать за своей работой? Ну ты же ее видишь. Ну ты ее как сестра хоть объяснишь, что по утрам есть надо, а она же только кофе хлещет. Ой, ну придется тогда ее наказывать. Предлагаю неделю без телевизора и без сладкого. Кстати, сладкое полезно для работы головного мозга. Умница, усвоил. Знаешь, вчера гулял по парку. Такая красота. Сказка. Смотри непростой здесь. А потом, знаешь, лучше тебе без меня по парку не гулять. Давай приеду и пойдем вместе. Хорошо, договорились. Слушай, ты на работу не опоздаешь? Сейчас пойду уже. Да, бедненькая. Замоталась, да? Утром, вечером ко мне. И, да? Ну я тебе что же, надоело что ли? Что ты? Что ты? Раз ты можешь надоесть? Не знаю. У вас тут симпатичные врачи ходят. У нас? Угу. Тут симпатичные. Это кто? Ну а черненькая с косой это. Не симпатичные. А, Антонина Анатольевна? Черная с косой? Ну во-первых, она уколы. Ой, она уколы очень больно делает. А во-вторых, ну какая она симпатичная. Вот ты у меня просто красавица, раскрасавица. Ты у меня тоже красавица. Ух ты, прям красавица. Прям красавица. Так, это что-то интересное. Ну ты что, это такое мужественное лицо, вот эти глаза. Подбородок, все такой решительный подбородок, красивый. Ты что? Ну вот. Эй, мужчина из шестой палаты, куда пюре потащил? Видишь, какой шустрый. Пюре-это тебе не перловка. Перловка это в четвертую палату. Ну и все, завтрак везут. Ой, мама дорогая, ты знаешь, я опаздываю что ли? Боже, слушай. Давай, давай. Ну все, я подбежала. Пока, пока. Пока. Ну, пока. Ну, у вас просто талант появляться из ниоткуда. Вы всегда так себя ведете? Просите, Ольга, что я снова вторгаюсь в вашу жизнь. Но, как говорил царь Соломон... Господин Ражбани, вы знаете, когда мне было 20 лет, мне очень нравились загадочные мужчины. А теперь, вот, с недавнего времени они меня почему-то стали раздражать. Давайте, вот, без аллегории, без насказаний. Вы хотите мне что-то сообщить? Хорошо. Давайте сразу перейдем к делу. Давайте. Товарищ полковник, Ражбани встречается с Морозовой в парке. Вот и появился наш Бербер. Катя хотела сообщить мне очень важную информацию, но не смогла. Я был далеко. Она чувствовала, что с ней может что-то произойти. В такой ситуации она не могла никому доверять. И тогда позвонила вам. Я не понимаю. Последний звонок по телефону из ее ленинградской квартиры был в Москву на ваш номер. О чем вы говорили с ней тогда? Последний звонок? Да. После того, как вы поговорили, по дороге в аэропорт ее застрелили. Мы столько лет об этом и знали. Да, я понимаю ваш вопрос. Знаете, Оля, в мире бывают тысячи причин, препятствующих совершить то, чего мы желаем. Хотя нам этого очень-очень хочется. Да, это точно. Это очень важно для меня. Это очень важно было для Кати. Так о чем вы говорили в последний раз? Она сказала, жизнь, к сожалению, коротка. А путь до совершенства дальний. Ну да, так точно. Фауст. Ну да, она сказала только вот эту одну фразу и все. Вы знаете, это более чем достаточно. Ирочка, Варага Андреевна, пришла? Нет, что не пришла, но она звонила и сказала, что скоро будет. Скоро? Да. Ирочка, а ты не смотрела вчера кино, патрусы? Нет, а что за кино? Там была одна актриса, очень похожая на тебя. Да? Не эротический? Да нет, ну что ты. Обычный семейный сериал, мелодрама. Я просто к тому, что с твоей внешностью, с твоими, так сказать, данными, ты великолепно могла бы стать звездой киноэкрана. Да. Кстати, у меня есть знакомый режиссер на полном сервисе. И если ты хочешь, я мог бы с ним поговорить о, так сказать, твоей кинокарьере. Ну, не знаю. А что он снимает? Ну, как все. Сериалы. Сериалы? Да. Нет, вот вы знаете, наверное, вот в мыле я сниматься бы не стала. А вы знаете, кстати, такого режиссера? Игмара Бергмана. Игмара Бергмана? Да. Не знаю, конечно. Это замечательный режиссер, классик мирового кинематографа. Можно сказать, гений. Правда? Да. Ой, скажите, а если я у него попрошу, чтобы он меня хотя бы в эпизодике в какой-нибудь снял, он меня снимет? Игмара Бергмана? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, Ирочка. Думаю, что вряд ли. Почему? Он умер. Как умер? Господи, такой молодой мужик. Интересно, Ольга Андреевна, в курсе? Я говорил вам, что вы очень похожи на Катю. Господин Ружбани. Паша? Ну, ну подойди ко мне. Подойди, подойди. Побыстрее. Что происходит? Делайте, что он говорит. Павел Сергеевич ради вас действительно готов убить человека. С некоторых пор я в этом не сомневаюсь. Паша, что все это значит? Что это значит? Тебе незачем разговаривать с этим человеком. Павел Сергеевич, а зачем вам пистолет? У меня же нет оружия. И потом вы опоздали. Все, что я хотел узнать, я узнал. Неужели вы думаете, что я способен причинить зло этой женщине? Я даже завидую вам. Вы любите женщину, которая достойна вас. Берегите ее. Вам не кажется, что вы зачастили в Москву? Возможно. Но в этот раз я прилетел, чтобы извиниться. Извиниться? Да. Я немного нарушил наши договоренности в лондонском деле. А, это теперь так называется. Мне почему-то показалось, что там в гостинице вы попытаетесь исправить ситуацию. И вам это удалось, Павел Сергеевич. Мы действительно стоим с вами на разных краях пропасти. И самое время повернуться и уйти навсегда. Прощайте. Прощайте. Ножки от стульев. Выставляешь, бумагу любят жевать. Так оставишь у себя на постели книжку. Раз и нет книжки. Одни лохмотьи остались. И знаешь, Петька двойку склопотал. По истории. Так он решил дневник собаки скормить. Она понюхала, не стала. Он решил дневник колбасой натереть. Все равно не стала. Антон, извини, мне о Жене поговорить надо. Понял. Стой, Поттер. Не о чем нам с тобой разговаривать. Я прошу, послушай меня. Пропусти. Ну и все очень просто. Жена Рожбани. Она просто не успела сообщить ему шифр к одному банковскому сейфу. Я думаю, что вот этот шифр и закодирован в строчках Гетты. Ничего себе. Просто. Мне кажется, слишком сложно получается. Тебе не кажется? Почему? Наверняка это просто или номер страницы, или строчки. Ну что-то вот вроде этого. Ну а почему столько летом не было дела до этого, а теперь вдруг он решил разобраться? Ну вот это как раз интересно. А дело в том, что для того, чтобы открыть сейф, мало знать шифр. Ни Рожбани, ни его жена, они не знали главного, где находится сам сейф. Сам банк. Так случилось, что Рожбани выяснилось совсем не было. Вообще, конечно, занятно. Шифр знали, а банк не знали. Вот именно. Я уверен, что эта история снова всплывла только сейчас. В связи с одним персонажем, которого все давным-давно считали мертвым. А он вдруг воскрес. Ну, правда, ненадолго. В соседнем районе, недавно, между прочим, проводили соревнования по дзюдо. На кубок головы управы. Я думаю, нам тоже что-то надо такое придумать. Как ты считаешь, Инна Георгиевна? Ну, я-то тут при чем? А кто руководит отделом социоразвития? Ну, я руковожу. Но я в спорте вообще ничего не понимаю. У меня в школе по физкультуре еле-еле четверка была. Ну, а при чем здесь это? Да, мы не ссорьтесь. Сначала надо определиться с видом спорта, исходя из новых политических реалий. При Борисе Николаевиче был популярен большой теннис. При Владимире Владимировиче горные лыжи и дзюдо. А кто-нибудь знает, каким спортом увлекается Дмитрий Анатольевич? Я не в курсе. Я тоже. Да, что же вы не изучили? Это вопрос подоскональный. Ладно, будем рассуждать логически. Где у нас учился новый президент? В ЛГУ на юридическом факультете. Вырос он в семье питерских интеллигентов. Эм. Я думаю, шахматы подойдут. Проведем турнир на Кубок Морозовой по шахматам. Как? Точно. Шахматы это прекрасный вид спорта. Главное, недорогой. Можно арендовать каком-нибудь ДК, зал. И все. Все траты. Вот Сергей Михайлович. Вот голова. Железная логика. Ингерна, мы бы не додумались во веку. Не говори. Выходит, Катя убили из-за денег, которые находятся в этом сейфе? Во-первых, там могут быть не деньги, а документы. И документы стоят гораздо больше денег. А во-вторых? Шеворонцова не просто была в курсе дел мужа. Она была его правой рукой. Занимались они очень странными, очень опасными делами. Я тут навел какие-то справки. И что? Он зашел в тупик. Я признаться, не знаю, что и думать. Рожбани занимался финансами различных террористических организаций в Европе, в странах арабского мира. Даже засветился у нас, в Чечне. Ты хочешь сказать, что Рожбани террорист? Нет, я не уверен. Все группировки, партии, финансирование которых занимался Рожбани, прекратили по разным причинам свое существование. Одних уничтожили спецслужбы, другие конкуренты. И у меня сложилось такое впечатление, что все это дело в руках нашего стабильства. Я не поняла. Он вкладывал деньги во всякого рода отморозков, собирал их в организации, чтобы потом их было легче уничтожить. Наш горбовник собирает мусор, чтобы потом жить. Ну, не понимаю, кто за этим стоит. Паш, ты вообще действительно хотел в него стрелять? Ты не собирался в него стрелять. Просто я ему не доверяю. А что он там говорил, что ты ради меня можешь убить человека? Он сказал, но я не слышал. Я думаю, что он так образно выразился. Петр родился в Москве, в Кремле. 30 мая 1672 года. Он был 14-й ребенок царя Алексея и первый ребенок от его второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Да-да. Извините, Александр Петрович. Да, Максим, в чем дело? Мне нужно переговорить с Женей Морозовой. А что, на перемене нельзя? Нет. Я не понял, ты что собирает? Я прошу, дай мне одну минуту. Ну, хорошо. Жень, ты была права. Я предатель и подлец. На одно дело, обзнавать о них по книгам и фильмам. А другое дело, проснувшись утром, посмотрев в зеркало, понять, что являешься одним из тех, кого презираешь. И знаешь, что самое страшное? То, что я так и не понял, как это произошло. Еще одно, я хочу, чтобы ты знала, ты самый лучший для меня человек, которого встречал в своей жизни. Я всегда буду сожалеть о том, что я не стал твоим другом. Мне очень жаль. Прости меня. У меня все. Извините, Александр Петрович. Ничего. Ничего. Ну, что ж, продолжим. Свет, ты Дарью Петровну помнишь? Тетя Дашу? Да. Ну, конечно, помню. На старости совсем с ума сошла. А что такое? В кружок танцев записалась. В дом офицеров. Ну, а что тут плохого? Ничего плохого. Ну, она же не на бальные танцы записалась. И не на краковяк. Тетя Даша танцует ламбаду? Если бы. Сейчас. Стрип. Сейчас. Стрип-дэнс. Стрип-дэнс. Боже. Представляешь? Да. Ну что, настоящая женщина. Кстати, ты как в Сочи-то съездила? В Сочи? А, в Сочи. Да, в Сочи-то все хорошо. Нормально. Там темные ночи. Готовятся к Олимпиаде. А я слышал, американцы хотят отнять у нас Олимпиаду. Из-за Грузии, а? Пускай только попробуют. Светка. А? Что-то ты похорошела. Ну? Такая красавица стала. Мамочка, мы с Олей в тебя пошли. Ну, да, да. Вот я не понимаю этих мужиков. Что им надо, а? Такие две шикарные дамы. В одиночестве прозябают. Почему никто замуж-то не зовет? Ну, почему не зовет? Зовет. Доченька. Да, мама? Светочка. Светка. Да, мама? Да. Катька говорит, она Завадского послала куда подальше. Он, видишь, решил с повинной к Морозу идти. Слушай ты больше Катьку, она тебе еще не та, он говорит. Думаю, что это Завадский бросил. Да, устроила он вчера шоу. Вся школа только об этом и говорит. Признаться, вот так вот в любви при всем классе? Господи, да какая это любовь. Книжек романтических начитался мальчик, вот и выпендривается. Не думаю. Посмотри на нее. Прям железный Феликс. Ноль эмоций. Вот если бы мой парень в таком виде в школу приперся, я, наверное, просто бы со стыда сгорела. А мне кажется, это был поступок. Поступок настоящего мужчины. Привет, Коля. О, Алексей Петрович, какими судьбами? Да это я так. Не саживайся. Забегал к твоему начальству по делам. Ну, думаю, к тебе загляну. Давно ведь не виделись, Николай. Да, давненько, это точно. Ну, как здоровье у супруги? Да ничего, хорошо. Выглядишь, Коль, молодцом. Стараюсь. Я слышал, ты недавно звездочку получил. Да, получил. Поздравляю. Спасибо. Да и я слышал, что у тебя генеральская должность не за горами. Да, это, Коль. Человек предполагает, а судьба, как говорится... Ну, да. А мне сказали, это ты делом следователя Корнеева занимаешься? Я. Ну, и как там? Ну, как? Приплыл ваш Корнеев. Да это я так. Я ведь его знаю-то немного. А что там, совсем плохо? Совсем. Послушай, Коль, мы же ведь одним делом занимаемся. И я, и ты, и даже... Не ошибаешься, Алексей Петрович. Разные у нас дела. И методы тоже разные. Это ты сейчас о чем? А я думаю, ты догадаешься о чем. Странный ты какой-то, Коля, стал. Очень странный. Ну, ладно. Мне пора. Супруге привет передавай. Непременно. Ну, бывай. Свидимся. Обязательно. Ну что, пират, скоро твой хозяин вернется, и все у нас будет хорошо. Я тебе обещаю. Ну, ты рожки. Ты мой сладкий. Да? Знаешь, я где-то читала, что счастье – это когда те мгновения, которые тебе дороги, повторяются вновь и вновь. Так что мы будем с тобой жарить яичницу в утро, делать бутерброды. Обещаю делиться с тобой колбасой. Да. Честное слово. Ну, пират, пират. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»